скорпионы я вас приветствую давайте посмотрим ваш ноябрь настраивайтесь на себя общая энергия месяца чтобы наиболее проявлено далее послание вам антистресс для тех у кого сейчас трудный период нужно как-то себя поддержать и 4 основные сферы жизни и так работа деньги социум и любовь отношения так ну что давайте приступать смотреть что там в основной энергия слушайте чувство достаточности чувство такое когда все есть все хорошо да можно мечтать о большем да можно стремиться дальше куда-то но и здесь сейчас тоже хорошо здесь можно говорить про материальный достаток определенного уровня до которые не помер у вас пускает а вы действительно да можете оплачивать свои счета у вас потребности базовые до закрыты хватает на то чтобы даже сверху что-то у вас было приятно и хорошая то есть принципе здесь ну как такое состояние хорошая далее если мы говорим про семейность то отношения в семье достаточно хорошие если вдруг вы свободны и да у вас нет партнеров и допустим там детишек то это про семейный круг допустим родители родственники и так далее здоровье на хорошем уровне да то есть я бы сказала вот ноябрь ну грех жаловаться давайте так скажу то есть когда конечно всегда можно найти к чему придраться но по факту если вот действительно знаете как-то аналитически на все это посмотреть да то хорошо да все нормально давайте посмотрим работу что-то сфере работы здесь такое состояние что а наверное можно чего-то больше чего-то лучше может быть есть более подходящие для меня места есть более подходящие какие-то должности может быть даже сферы жизни так не жизни и деятельности то которую я бы хотела сменить да то есть та которая меня больше зажигает потому что вот здесь на этом месте но как-то или знаете или потолка достигли или же понимаете что это уже вас не наполняет не радует если мы говорим про поиск работы если вы сейчас в поиске находитесь то здесь давайте чуть-чуть уточню смотрите здесь нужно принимать решение о том что какие-то сферы деятельности сильно вам не подходит здесь не то что кидаться на все что дают а действительно выбирать действительно стремиться к тому что по душе даже если у вас сейчас знаете могут может возникнуть такая тревога что вот если я без работы то что-то со мной не так и так далее да то есть нужна работа опять же плачево что но по основной энергии на самом деле здесь я бы сказала знаете надуманная тревога в том плане что по сути своей вы можете себе позволить выбирать ту должность ту вакансию которая вот она будет вам хороша ну что если вы возьмете за первой попавшийся но не будет прям совсем для вас прекрасно если мы говорим о том что у вас свой бизнес вы предприниматели то здесь про то что посмотрите критичным взглядом от чего вашей работе предпринимательской стоит отказаться возможно это какая-то услуга которая занимает очень много сил а по факту результат как бы так таковой не дает возможно это какой-то продукт до какой-то товар то же самое возможно это люди на ваши работники с которыми действительно знаете со стратегической точки зрения лучше попрощаться для того чтобы дальше выйти на новый виток так давайте посмотрим деньги финансы ну вот тревожка у вас может быть по поводу денег да то есть если мы говорим о том что вот здесь по любому знаете идет такая тенденция что то что у меня есть сейчас в работе она меня не очень устраивает и здесь есть такой страх что а если я пойду что-то искать другое то я потеряю в деньгах допустим это будет меньше мой доход возможно вообще какое-то время меня не будет дохода и вот эти страхи тревоги не дают вам двинуться дальше то есть здесь действительно может быть такая знаете как зацепка но опять же тревожная да это нормально но еще раз повторяю единственное нужно разобраться чего вы на самом деле хотите потому что здесь в вашем поле могут скажем так звучать такие мысли вообще идеи да какие-то решения которые по сути вам помогли бы решить свой финансовый вопрос допустим на ближайшее какое-то будущее но вы как будто бы знаете от них отмахиваетесь потому что условно я лучше знаю да это моя жизнь это моя сфера это мое вообще все для меня и чего мне тут советует то есть знаете я бы сказала здесь в ноябре попробуйте прислушаться к другим людям давайте так не делать так как они говорят а прислушаться хотя бы проанализировать а если какая-то вот какое-то зернышко правли к рациональности в их словах или просто вы знаете так из чувствую какой-то гордыни все отрицаете и не видите каких-то очевидных решений для себя социум что там что-то вы у меня тревожники даже несмотря на то что общая энергия по сути 1 расслабься наслаждайся да сами что-то все в тревоге так смотрите есть там у вас какие-то связи от которых вы прям зависите знаете и не можете отбрехаться на вот здесь подумайте что вас там держит и но по сути решать этот вопрос потому что энергию вас очень много занимает забирает это могут быть кто-то из друзей это может быть кто-то из это могут быть родственники но не прям совсем близкие да допустим таки немножечко подальше или может быть да допустим те же самые родители до которые как-то в привязке завязки вас держат и опять же почему вы допустим можете здесь не решаться идти на какие-то приключения в плане поиска вот того же той же работы которая более вам будет приятно да потому что вы может быть родители содержите да или детям помогаете на там ипотеку выплачивать с внуками и так далее да то есть и здесь получается что вас кто-то так сильно подвязал на себя из вашего окружения что вы уже своей жизни особо жить не можете то есть подумайте посмотрите кто у вас забирает вашу жизнь и давайте как бы разбирайтесь по крайней мере дате в ноябре вы не обрубайте ничего там не выяснять по крайней мере для себя определить вот этот корень до который вам тревогу создает так ну и отношения для тех кто в паре свободные знаете я бы сказала здесь вне зависимости от того находитесь вы в паре или в свободном таком скажем прожитие на поиски может быть а может быть и не ищите никого да просто наслаждаетесь своей жизнью здесь больше про то что больше контакт с собой больше знаете побыть в себе понять себя прочувствовать себя здесь могут какие-то интуитивные штуки проявляться здесь могут эзотерические всякие штуки проявляться да особенно вот скорпионы я знаю у вас есть там задел на эзотерику да то есть возможно здесь у вас сейчас именно происходит тот момент когда вам больше себя хочется познавать нежели прям вот жить быть для кого-то другого в смысле там для партнера здесь что может быть те кто в паре вам может прийти интуитивное такое понимание что тот партнер который с вами он не совсем тот который вы хотели бы на который вам нужен который бы отвечал вашим каким-то запросам потребностям и здесь может прийти такое как ну понимание осознание что наверное может быть все да такое может проиграться здесь еще ну прям если за уши притягивать если мы цыганским таким методом смотреть возможно у вас ваш партнер пошел налево да вы узнали и поэтому здесь именно узнали знаете не кто-то вам сказала вы прям вот как почувствовали чуйка вот это вот прошла да что что-то не так происходит нашем королевстве да и что-то там мой король куда-то лыжи навострел здесь такое тоже может пройти если у вас в паре все прекрасно хорошо то я бы сказала здесь опять же вы в себе да с супругом особо ну каких-то таких там движений во что-то светлое прекрасное да то есть вот как есть так и есть да давайте так возьмем если вы вот свободные да здесь все для себя вот абсолютно все для себя здесь даже я не скажу чтобы прям кого-то ищите на кого-то смотрите и куда-то на какие-то может быть свидания даже знаете если ходите то это все вокруг вашей персоны чтобы вам было прекрасно хорошо отчетом другому человек да и не особо важного главного самой там кайфануть и все будет прекрасно так давайте посмотрим практику антистресс для вас послание вообще что там выделяйте каждый день несколько минут чтобы выразить себе благодарность ну то есть ой не велось фокус на носу ну собственно я вам прочитала нам это вот больше сюда ой на той чок это про то что по послушайте себя свою интуицию что у вас там как происходит и соответственно благодарить себя до благодарить то же самое внутреннее чувствование внутреннюю вот эту мудрость вот это он как-то голосок да который вас продвигает куда-то двигает и так далее и собственно здесь я бы сказал ноябрь знаете будет таким не скажу что прям ключевым таким моментом но он вам многое подсветит что можно начинать менять дальше да то есть но общему не скажу здесь знаете тревожность создается но по факту если мы будем смотреть какой-то материальный мир он плюс-минус стабилен скорпионы вот такой для вас прогноз на ноябрь ставьте лайки пишите комментарии насколько уста отыгрывается все и подписывайтесь еще не подписаны и до новых встреч пока пока